О дискредитации, которую здесь на местах, вообще на местах проводят органы местного самоуправления, активно проводят органы местного самоуправления своим, то есть политикой невмешательства называется. Вспоминаем фильм «Выборы 2», а мы, говорит, нам предложили провести выборы за губернатора. А как, говорит, провести? Надо, говорит, сделать так и сделать так. А давай, говорит, ничего не делать. То есть, если мы не сделаем не так, а не сделаем не так, то есть мы не ошибемся. Сто процентов. Сто процентов, все. И то же самое делается здесь. То есть дома в городе находятся, я не знаю, вот на вскидку, ну около, наверное, 40, точно, наверное, есть, вот этих вот разборок, заброшек, погорельников, недостроек, все это включаем, да, вот в этот вот, это что такое? Это не аварийный фонд. Включаем это в объекты, есть объекты незавершенного строительства, а есть объекты незавершенной разборки, да, объекты вообще, которые не включены в разборки. Они представляют фактическую школу, музыкальную школу. Для методичного, да, досточка к досточке, да, эти подъезжают, синий грузовичок увозит, да, там столько дров, ебаный, вот, там на этих дровах можно, блядь, это самое, припевающие, сколько стоит дрова, нахуй, сейчас, пойди, нахуй, лес, нахуй, привези, распили и продай, а тут вот оно, вот оно, все готово. Нет, ну вот смотри, вот, вот телеграм-канал административный, они же даже рекламируют, смотри, это производство пошло, производство бруса, производство доски, производство дров, это же здорово прямо, и там такой, этот самый интересный, там у них руководитель. Меня в печаль вводит то, что я вижу разруху, мне это говорит о том, что, блядь, нахуй я буду поддерживать, это вот все, вот это вот, то есть у меня родину обсирает, получается, вот таким образом, все, а я вот расту в этом, я должен вот это любить, потому что я видел эти дома, когда они еще были наполнены людьми, они были живые, то есть они вот это обрезают, потом еще, тут же момент, тут же помойки, вот эти вот, а я себе считаю, что они специально делают, вот она специально игнорирует, не хочет решать вопрос, там, отмазывая всяко-разно, блядь, то есть это вот пятая колонна, это троцкизм, самый настоящий. Ну смотри, мы погрязли в риторике переписки, я вот смотри, как депутат, как депутат, делаю депутатский запрос, ну так как еще являюсь экологом, да, я делаю запрос в экологию, потому что у нас тут помойка постоянно около заводского 8, и делаю запрос по поводу того, что дом не обслуживается, дом весь обледенел, на этой наледи подскользнулся человек, доставлен в больницу и погиб, ну вот со слов людей, да, в телеграм-канале я нашел, эту информацию, телеграм-канал ТГБУС, НСРБ, это уже я делаю обращение в прокуратуру, мне, значит, с отдела экологии правительства Хабаровского края приходит письмо о том, что мы не можем никого наказать, потому что управляющей компании нету, отсутствует лицо, которое за это будет отвечать, и которое мы будем наказывать, понимаете, и мы можем обязать администрацию, только, значит, назначить управляющую компанию, или провести там собрание жильцов, то есть создать условия, чтобы жильцы проголосовали, ой, да, проголосовали за управляющую компанию, но здесь опять идет даже, сразу идет ложь, заложено в том, что 90% социальных квартир, 90% там жилья, заводской 8 принадлежат муниципалитету, поэтому управлять жильцы заводского 8 не могут, понимаете, то есть, получается, только, значит, могут обязать управляющую компанию назначить, а никто не хочет, переводя, да, с русского на русский, никто не хочет быть здесь тем, кого будут постоянно бить, никто не хочет быть мальчиком для битья, собственно говоря, был у нас один, там, полковник Тягушев, и тот приказал долго, ой, не приказал долго жить, живой еще вроде, да, ну, слава богу, служба приказала жить, и все, ему все хорошо, бабок он поднял здесь Николаевский, уехал, все-таки это достаточно прибыльное дело, хоть и бьют, но и хорошо при этом можно получить денег, вот, если совести абсолютно нету, ну, таких и назначают, но это, опять, не важно, это все, получается, риторика переписки, вот, написал сюда, тебе говорят, а нам наказывать некого, извините, написал сюда, да, то, что никто не управляет, человек погиб, ответили просто за деньги, ответили, прокуратура ответила, а не погиб, не поскользнулся, просто сердце встало, вот так вот, а это все тут ни при чем, все, наказывать некого, никто не виноват, а я иду по городу у меня, тут разруха, там разруха, тут разруха, заглядываю в телефон, бляха-муха, развиваемся, иду дальше, тут помойка, там канава, тут человек погиб, тут человек погиб, тут человек вообще кровью блюет, что-то выпил, непонятно, женщина жалуется, тут человек умер, и там человек умер, тоже сердце остановилось, и тоже все хорошо, а он тоже что-то выпил, а потом дальше, иду, 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 иду по это смотрю, и там помойка, и там разруха, и мне тоже хочется чего-то выпить, но я уже боюсь, что если я чего-нибудь выпью, я тоже там же окажусь, у меня тоже сердце остановится, это влияет мне, это влияет, с одной стороны, хорошо, люди перестают вот эти жидкости всякие выпивать, они такие, ой, блин, я боюсь, я, наверное, не буду эти жидкости выпивать, я лучше буду свои жидкости готовить дома, куплю себе какую-нибудь купажную колонну, и буду по Савельеву заниматься этим делом, а давайте сначала, а смысл-то в чем, что человек же не рождается алкоголиком, ну, за некоторыми там исключениями генетических отклонений, прям, прям, это прям вот так вот, вот так вот, да, то есть его делают этим человеком, каким, то есть это не его выборы уже становятся, изначально, да, может быть, да, вот так себя так ведет, но изначально-то это не его выбор, и в дальнейшем его выбор, и когда я иду, это, получается, услуги, но это услуги, они оказывают услуги, вот тебе продают спирт, они оказывают услуги, те, кто их крышуют и прикрывают, они тоже оказывают услуги, самому себе, или когда дели, либо кому еще, они фактически, они платят налоги, то есть я, получается, барыгу, я привез вам левак, нахуй, у меня крыша, правильно, соответственно, я за него получил деньги, эти деньги потом что я сделал, я пошел их, потратил на какие-то подарки, на какую-то еду, а если я что-то купил, я уже заплатил налоги, так что, как это получается, значит, это нелегально, мы за них не отвечаем, а тут получается, что все-таки эти деньги уходят, ну, приходят в обратную сторону, да, в налоги они приходят, то есть это заинтересован, ответственность получается, если вы даете мне, допустим, действия, да, конкретные, вот, ты пошел к бабушке пирожки, купил, да, и ей не надо платить налоги, там, да, даже самозанятость не надо, ну, а какая херамица, я куплю в ней пирожки или спирт, в этом смысле, в этом смысле, ну, пожалуйста, тут уже, тут уже несколько уже, уже другой пошел, с другой стороны ты заходишь, ты заходишь со стороны самого того самого дна, в которое все стучатся, говорят, ой, где дно, где дно, да, вот оно, это дно, увидел помойку, вот эту, я не хочу голосовать ни за кого, увидел там вот эту разруху, все, идешь такой, я не хочу, я лучше за 2-0, все, все мое, я, короче, все вас отрицаю, ваша конституция, а вно, ваше, все, все находится на дне морском, идите все в пень, а я на земле, а вы на суше, идите, в лучшем случае просто крыша поедет, и человек просто в своем счастливом этом будет голубей кормить там или что-то еще, кукушка поедет, и будут всех виноватить, вот, а я, допустим, дальше иду, ты дальше идешь, то есть это идет унижение, нет, ты, нет, ты идешь и дальше унижаешь от этих помоек, да, и тут вопрос-то еще, ну, это глубокая психологическая работа, вы что, ребята, если вы говорите, там кто-то не ответственен, там нету ответственности, муниципалитета, ну так и прокуратура не видит ответственности, и медики не видят ответственности, извините, может, вам просто надо поменять это, как сказать, те, кто действительно может их предоставить, то есть, как, внимание, точку зрения поменять, а если мы, допустим, возьмем самопедим станцию и спросим ее, как вот это все должно происходить, там будут такие штрафы и сроки вероятности. Не будет, не будет, опять будет вот эта вот, вот эта письменная риторика, опять, вот это положено то, положено это, голая констатация. Понимаю, Роман, что они прикрывают себе задницу. Конечно. Вот, а я и говорю не про это, я говорю, что если со стороны прокуратуры, им вот то, что написал, им, она же тоже, это не самодостаточная организация, в смысле, она взаимодействует и на основе чего-то с кем-то там, да, как-то себе каким-то правилам живет. А тут есть, нахуй, закон, что вот мусор, да, это может быть там зараза, может быть там отравление там и все-все-все-все подряд, да, там листовая инвазия. Это что, полезно что ли? Нет, это не полезно. Каким-то образом это декларируется, правильно? Я приду жить мне туда сейчас в администрацию, ведро с говном поставлю, так вот, подруга, говорю, клинком, скажу, а что такого-то? Ну, это, кстати, да. А что такого-то? Суток 15 точно я тебе говорю. Мама не горит. Не, ну, а я буду не понимать очень, знаешь, а что такого-то? Ты будешь не понимать, на пятнашку сидишь? Да, если у вас, если у вас эта помойка вечная, блядь, и ничего такого, только вот это говно у вас здесь. Вы мне статью сразу найдете? Так, ребята, так эта же статья, вот она у вас на помойке. А там все красиво. А там нет управляющей компании, никто не хочет туда идти, поэтому... Это важно. Это вот та самая риторика. Смотрите, риторика, а если, допустим, это какое-нибудь, ну, химическое, там, не знаю, там, вещество, которое надо нейтрализовать, а у нас нет управляющей компании, кто будет этой химической? У нас даже нет лаборатории, которая нормально, оперативно это может сделать. Хотя по документам все есть, но нет оперативности никакой. Это ясно. Я говорю, что вы, ну, допустим, помойка нафу и стафилококна в этой земле, блядь, насквозь зараженный, мне, ну, знаешь, он ничем не, это, не лучше, блядь, чем это будет, там, ртути или еще какая-то кислота, какая-то химия, понимаешь? То есть это то же самое. Это опасно для людей. Все. Это должно быть нейтрализовано. Опасно для людей, опять же, это выявляется определенным, там, опытным путем. Вот. Или путем признания факта. Но факт упорно не признается. Мне говорят, смотри ресурсы администрации, телеграм-канал, там, ВК-канал, ОК-канал, что там у них есть, не знаю. У кого-то там на фейсбуке по-прежнему, у кого-то там в инстаграм. Там, ладно. Они говорят, смотрите, вот эти наши официальные, и у нас тут все хорошо. Чего вы хотите? Дети занимаются, самое главное, спортом, бегают на коньках, катаются на лыжах. Вот все. Это другие вещи. Как другие. Ты спрашиваешь про это, а они говорят, смотрите сюда, вот. Вы не здесь смотрите. Нет, не смотри здесь, смотри здесь. Все, не надо это, этого нет. Увести внимание. Надо увести внимание, сказать это самое, причем здесь это, когда у нас вот это, то есть это подмена идет абсолютно. Самая интересная вещь, вот самая простая. Вот оно было выражено, вот хоть самому этот шарш, короче, ну не шарш, это мем, да, пиши. Хоть самому его рисуй. Светит солнце, да? Светит солнце. И идет человек рядом, который нарисовал это солнце на плакате и пошел такой. И люди от солнца пошли за этим человеком. А он идет в пропасть. Они все туда упали, а солнце продолжает светить, да, хорошо. Теперь на самом деле хорошо, где нету вот этой вот говорящего вот этого актива, вот этой вот активничающей массы населения, как там пишут в администрации, да. Ни в одно, их много вот этих вот администраций, которые должны светить, они не знают, что делают, кому там они подсвечивают себе место, чтобы не упасть. Вот самая вот эта вот административная вот эта вот штука, вот эта задача. Увести внимание, да, увели все, давайте. А что бы вы не думали, вот придите, мы вам еще дадим викторину на три вопроса. Ответите правильно, мы вам дадим утюг. Я тебя понял. Утюг дадим гладить вам. Я тебя понял. Я тебе так еще как бы другие хочу сказать вещи-то. Ты вот говоришь, что да, вот у них такая там, это политика. Это уже политика. И у меня могут быть политические, это помойка, это дело политики. Вот эти дома, это дело политики, отношения. То есть я могу сказать, что вот ваша власть, а вы принадлежите вот к такому там гидру, там еще к чему-то. К ведру. Они принадлежат к ведру. Да, ядро, гидро, там вот это метастаза. То есть если вы его так себе ведете, просто-напросто, ну вы просто зло. И если вы это не понимаете, или вы это понимаете, но делаете так, тогда вы находитесь, как вы захватчики только получается. А если это захватчики, я могу морально к ним относиться, не использую, конечно, там средства конституционные, социальные защиты, да, высшие меры. Но я морально могу просто к любому из них подойти, так вот и плюнуть ему в лицо. Ну это можно по-разному. Плюнуть можно по-разному. Можно по-разному. И тогда получается, что через какое-то время, то есть уже вот то самое, что не надо ходить на выбор, да не голосуйте вы, да, вот 5-10. А это превращается уже из меня в социальную культуру, да, не будем ходить, не будем говорить. Потому что все вот так вот плохо. Пусть они, да, пусть они вот так вот живут, а только неплохо, так что это идет управление. А потом сказать, вы не пришли, вы сами виноваты, мы за вас выберем, кого нам надо. А вам будет еще хуже, потому что вы недееспособные ребята. Вот эта тема-то, которую 2.0-то начало подвигать, то что о недееспособности нашей. Тут еще, тут еще, знаешь, тут еще вот мы сейчас эту вещь, я думаю, для интернета, да, выложим? Ну и знаю, смотри. Да, ну я смотрел. Вот тут видишь, главное, мы говорим не про выборы, которые сейчас, сейчас будут, вот сейчас проходят мальтовские выборы президента. Тут наш выбор однозначно, ну, наш, те, кто беседует сейчас, да, вот с вами, кто слушает, это вот я говорю, что это вот выбор двух людей. Мы не агитируем, это сегодня последний день выборов, сегодня это видео я хочу закинуть, оно будет, оно будет завтра, потом оно будет послезавтра, оно останется на ютюбе, но это останется. Для всех местечковых вот этих выборов, где вот, вот эти вот местечковые маленькие города, которые превращены стараниями администрации, по сути, в сельские поселения, вот эти вот, да, городские поселения, которые, по сути, являются уже хуторами такими, просто разобщенные хутора. Вот это вот по ним, по выборам вот этих вот депутатов, которые вот сидят, сидят, работают в администрации, администрации выбраны, и дальше от администрации говорят все, что надо. Поднимают руки, что там, отдать там, исключите списков приватизации эти объекты. Да, исключаем, муляхомуха. Что там, Кемсковолокс, исключаем, забирайте, да. Что там, кому там отдать, этому отдать, забирайте. За сколько? Да за символично. Да еще доплатим, заберите. Ты говоришь, что о Контрино. О Контрино? Так это Контра, получается, и управляет по местам. А потом говорят, да, мы за Путина. Да как? Да вы не за Путина. Ну, понятно. Вы, я не знаю за кого, вы за Зеленского, наверное, все, получается, а не за Путина. Вот это вот видео, где Платошкин там, как Семин, Сечин, Семин, парень, да, Сечин. Вот. Ну, вот это вот такая, знаешь, он его так же давил, получается, да, вот так же давил и не давал сказать, потом выворачивался, переворачивался, переходил на личности. А все шло к тому, что он, знаешь, что он, по-моему, он сделал, он среди, Платошкин как бы старичок, да, этот паренек, как, ну, помоложе, да, они общий вывод, а что делать-то? То есть и голосовать, и не голосовать, а что вы предлагаете, и как себе вести, они к общему выводу не пришли, вот в чем дело. А они могли к общему выводу пришли, его, допустим, опыт, допустим, блогерства, да, и опыт дипломата. И вот этого вывода нет, вот, общего, то есть это пустоту. Я еще раз просто убедился, ну, в этом, а то и не веди себя как Платошкина. Ну, кому интересно, это вот по выбору, был такой, был такой риторический видеоролик, оказывается, он выпущен был еще 4 года назад, мы о нем узнали только недавно, вот здесь кто вот разговаривает с вами, да, и там был Платошкин, Платошкина позвал, Платошкина позвал, Спицын позвал, Платошкина, и вот Сечина, да, короче говоря, Спицына, ой, Платошкина и Сечинова, вот этого, и Сечинов ощутимо моложе, вот, ощутимо имеющий меньше там всяких там регалий, да, каких-то там этих общественных там, ну, он четко по полочкам раскидал Платошкину, что он просто демагог, и причем демагог фашистующий, в общем, да, пятиколончатый. Показал прям, да, показал, а Платошкин вел себя, вот как ведет себя вот эта вот администрация, администрации, то есть, к этому и пришли, и когда ты говоришь, вот, да, вот помойки, там, вот эти разборки, недоразборки, люди идут там, спотыкаются обо все это, вот, ерунде, хорошо снега нету, да, хорошо снега нету, никто не это самое, в сугробе там не это самое, не загрязнет, да? Зато... Это Николай, а на вершинке что творится? Да, да, это про нас. И когда вот это все, ты идешь, тебе это не нравится, и ты такой, да что такое, что там у тебя, а что ты сделал? Бляха, тебе это говорит чиновник, который получает 200 тысяч, и он тебе говорит, а что ты сделал? А он сидит, получает деньги, чтобы делать, чтобы ты этого не спрашивал, чтобы у тебя хорошо было, чтобы ты не шел, чтобы тебе помойка не воняла, чтобы ты отработал свой рабочий день, пришел домой, там, отдохнул, там, книжку почитал, вышел, мусор выкинул, а ты идешь, там, у тебя мусорная куча перевалена, ну, сейчас, слава богу, там еще мало-мало что-то работает, ну, вывозят там на дороге, бросают там около мусора, там, в мусор бросают, там, далеко, понятно, куда-то вывозится, а все остальное, ну, вот эти вот разборки, вот эти все стоят непонятные, они раскалывают таким образом общество, потому что, вот, хули там, там, они не платят, типа, они не платят, у них работы нету, вот, поэтому они не платят. Вот и спроси меня, вот и спроси меня. Они говорят, что мы маргиналы, понимаешь, они раскалывают общество. Я учился, допустим, вот, наши одноклассники, кто живой, кто не живой, да, мы же, ну, сейчас в разных социальных, ну, слоях, как бы, живем, да, ну, в большинстве своем, да. Ну, да. Хотя мы, как бы, ну, общие, есть общее у нас образование, мировоззрение у нас разное, есть какие-то основы, там, какие-то самые с детства, там, мы можем, мы не как-то другую общий язык найти, то есть, а общество-то расслаивается у нас, получается. Мы изначально, которые учились в этом классе, там, сколько, 10 лет, там, да, сколько, ну, сколько положено, мы же не были маргиналами в то время, как бы нас определили, да. Ну, закладки уже были, почему? А, закладки были, вот они, они расслабивают общество, и когда они будут, нахуй, возмущены тем, что вот эта волна пройдет, прокатится по России, вот этого недовольства, нахуй. Ну, русский, русский способ, как говорится, нахуй. Ну, будет проходить, неожиданно, она же вспыхивает, и видела как-то, вроде не все, тихо-тихо, мирно-мирно-мирно-мирно-мирно, бах. Ну, смотри, давай еще чуть-чуть, я сейчас тоже уже бегу на автобус, вот еще о расслаивании чуть-чуть, ты говоришь, вот о закладках вот этих. Расслаивание. О закладках школьник давай еще маленько туда, еще поглубже уйдем. Я помню очень хорошо такой, такой случай, не помню, какая учительница, то ли вот эта троцкиска, которая пришла к нам во втором классе, да, уже, вот, то ли, короче, это была Ла Григориевна по математике в четвертом классе, у Толи, у Толи Рогожина был этот самый, был, ну, а, не было дневника что-то, или что-то, какой-то роспись, что-то не было на что купить его, что-то такое. Десять копеек что-то, или двадцать стоило. И учительница, вот, и учительница сказала, такая, дети, у Толи Рогожина нету возможности там что-то купить, ну, как-то по-другому сказала, нету денег, давайте поможем там, по копеечке скиньтесь. И скидывались, понимаешь, некоторые скидывались, я это помню очень хорошо. У меня эта память врезалась. Я не помню, что за баба эта мерзкая была, что это была за, я даже не могу сказать, что это была. Подожди, подожди. Что это, нет, да я это говорю, она сказала, она сказала, прямо вот сейчас это бы сказали, ну, вот, по-другому, да. Да вот, нищеброду скиньтесь по копеечке, по сути, это вот так выглядело, если сейчас вот говорить такими словами, да. Она сделала это тогда, вот я этого не забуду. И того же Толи, бедного Рогожина, помню, тоже как это, тоже драчнула какая-то учительница, новенькая там какая-то пришла. А у Толи была правая рука сломана, вот, он такой был, мальчик такой болезненный, вот, а сейчас у него кость в чуроку он вымахал. Красавчик, да. А у него что-то кость такая тонкая была, и он что-то сломал руку, короче, что-то вот, то ли поскользнулся, то ли чего, тоже, видать, в ЖКХ, здесь все хорошо было всегда. И он учился писать левой рукой. Это вообще круто было, это надо было ставить, ну, прям, давать ему медаль прям какую-нибудь. А она как наорала молодая, ты что, как курица лапой, как вот, давай его дрочить реально. И он сидит такой, прям реально, у него слезы текут, он сказать ничего не может. И вот давят прям, давят в этом социуме. Я не помню, что это вот тоже за курица была. И кто-то уже из, ну, из наших уже там девочки, ну, уже весь класс зашикал потихоньку, так бывает. Да у него рука сломанная, вот, а он такой, ой, и типа, извини, и типа, знаешь, там, ну, фиг ли там, типа того, знаешь. Вот, вот эти закладки, они еще тогда, тогда еще хорошо-хорошо закладывались в школе. Я вот эти примеры помню. Я этих примеров школьных могу привести миллиард. Потому что я уже начал писать школьные рассказы. Я с этой темы не сойду, пока не напишу десяток. Ну, понятно, смотри, ты вот сейчас заходишь в администрацию, да, и там кто рулит? Пе-да-го-ги. Или связанные с пе-да-го-га-ми. И она когда с тобой разговаривает, вот тут люмпины, люмпины, да, такие есть там, где-то. Или люмпины, люмпины похлеще, чем люмпины, нахуй. Вот, потому что одни волкодлаки, смотри, это просто разгоники. И она с тобой разговаривает, как на уровне вот этой, вот этой учительницы. Она тебя, она считает, что имеет право тебя обучать чему-то или настаивать. За счет даянно. Говорит, это у вас демагогия там, или как-то популись. Потом, потом вводят слова хотелки, вот, это ваши хотелки. Вот они. И потом говорят, ну вот чё, вы же сами это решение приняли, депутаты. Да. Так кто выбирает-то, кто выбирает? Люди выбирают, люди вообще могут выбрать чего? Я считаю, что могут. Они могут сказать, да мы не хотим в таких условиях жить. Собраться, сказать, мы не хотим, мы можем провести референдум, в общем-то, здесь. А, ну, поэтому, вот если вот это, если вот об этом говорить, и это будет в уровне, как говорится, накала зданий уже каких-то, да, что это возможно сделать, да. Это вот так и кончится, это кончится референдумом, без крови, короче, всё послетает. Вот, вот зачем мы это говорим, почему мне дом не нравится. Роман Зайцев, Живу на ДВ, разговоры на улице, кухонный вариант. Смотрите видеодорожку, кому кто-то смотрел до конца. Лайканите, чтобы я видел, что просмотрели. Напишите комментарий, что думаете вообще. А вообще, я считаю, что наш выбор именно здесь, в том, чтобы мы, каждый отдавал себе в этом отчёт, понимал, что происходит.